Дугин тоже хороший человек, и ты с ним дружишь, а он с Путиным, то есть ты дружишь с Путиным. Нет, это не транзитивное отношение, во-первых, а во-вторых, ну, Дугину я просто признателен, опять-таки, на личном уровне, за то, что он в какой-то момент, в 2020 году, согласился прийти ко мне на стрим, два раза при этом, и это бустануло мне карьеру. Это не значит, что я разделяю какие-то его взгляды, особенно нынешние. Это просто обычная благодарность. Чувство благодарности – это то, что отделяет нас от коммунистов. Важно понимать. Знаете, как Иосиф Иссарионович говорил, благодарность – собачья болезнь. Потому что благодарность большевикам не свойственна. У них главное – это как раз-таки принцип научного коммунизма, историчности материи. Для нас, простых людей консервативных взглядов, благодарность играет гораздо более важную роль. Собственно, одна из причин, почему я топлю за Украину – это потому, что в Украине живут некоторые из моих друзей, во-первых. В Украине живут люди, которые за всю мою карьеру ввели в меня больше всего денег, если по отдельным людям смотреть. В Украине живет огромное количество людей, уже к настоящему моменту, так тем более огромное количество людей, которые согласились прийти ко мне на стримы, ответить на вопросы и так далее. То есть Украина – это не полностью чужая для меня страна, хотя чужая все равно чужая. У меня одна страна – Соединенные Штаты Америки. Так что, да, как бы есть такая флага, называется «благодарность». Благодарность.